Новый дозор, шестая книга. О дозорах и вышла она куда позже. Пятая книга. Последний дозор. Напоминаю, новый дозор вышел в 2012 году, а последний дозор вышел в 2005 году. Главная мысль этой книги о том, что сумрак это разумное существо, гигантское разумное существо, сначала понятно ошарашивая, но потом понимая, что в принципе ничего нового в этом нет. Самоорганизующая система фантастики уже много десятилетий норма. Самыми известными в массовой культуре стали Солерис Станислава Лима и Эйва Балатари. К этому также можно добавить матрицу. Матрица это самоорганизующая система, созданная людьми, а вот указанные две возникли по естественным причинам. На вопросах такой подход рождает очень много. Если сумрак разумное существо, то это явление присутствует только на земле или оно пронизывает собой всю Вселенную? Если оно пронизывает всю Вселенную, разум имеет только земная ипостась сумрака или она везде, так сказать, разумная? Но если это разумная ипостась, пронизывающая всю Вселенную, то чем тогда сумрак отличается от Господа Бога? Я уже сказал в прошлом отзыве, что к категории сумрак Лукьяненко, похоже, пришло интуитивно, и он не понимает, что по сути описывает ноль пространства. Но сегодня не будем об этом, но кое на чем остановлюсь. Я продолжаю пытаться ролики сделать зрелищные, но мне, понятно, не удается найти футаж, в котором было показано мое пространство. Но мне, похоже, удалось найти довольно близкий футаж. Он называется «Сквозь пространство и время». Ну и мы с вами опять в космосе. Надеюсь, футаж вам нравится. Интрига закручена просто великолепно, и нельзя не отметить, что действие происходит не только в Москве, но и в Лондоне и на Тайване. И у Лукьяненко впервые появляются образы китайских, тайваньских иных, что тоже очень интересно. Ставка самая высокая во всех дозорах. Дело в том, что дочь Городецкого, Надя, если кто знаком с циклом о дозорах, тот знает, что она у него самая великая, так называемая нулевая волшебница. Вот она, оказывается, способна уничтожить сумрак. Но если она это сделает, то все иные станут обычными людьми, а те иные, которые уже прожили века и тысячелетия, тут же умрут. Но тем не менее, она готова это сделать, поскольку иначе сумрак уничтожит ее отца. Много боевых сцен и сражения с тигром, скажем так, физической ипостасью сумрака более чем впечатляют. Есть также место настоящим трагическим сценам и настоящему водородству. Не знаю, почему Лукьяненко откровенно не доработал образ Арины. Ведь у этого образа есть абсолютно все, чтобы стать роковой женщиной. Из всех героинь Лукьяненко, на мой взгляд, более или менее привлекательна только вы. Все остальные либо слишком положительны, как та же жена Городецкого, либо имеют какой-то изъян, который все портит. У Арины этот изъян, это ее, так сказать, подчеркнутая старость. И возникает вопрос, с какого перепугу. Чем Арина, собственно говоря, отличается от Ольги? Обе они прожили много веков. Обе очень могущественные волшебницы. Но, тем не менее, тело Ольги почему-то молодое и совершенно молодое. В чем Антон убедился лично, когда однажды обменялся с Ольгой телами. Здесь же ситуация другая. При этом Арина еще более могущественная волшебница, чем Ольга. Так почему она не делает свое тело молодым? В целом, роман получился неплохим. Безусловно, рекомендую его прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках.